Вот отсюда можно? Дуэт скрипача Сергея Крылова и пианиста Ростислава Кримера можно назвать уникальным. Музыканты с мировыми именами живут в разных странах, встречаются только на концертных площадках. Но русскому итальянцу и белорусу достаточно пары часов, чтобы отрепетировать концертную программу. Ну и вообще, вы знаете, редко удается в жизни, мне кажется, найти партнера, с которым ты дышишь вместе. И для меня, в всяком случае, Сергей такой партнер. Я горжусь тем, что мы вместе имеем возможность дарить приятные моменты соприкосновения с великим искусством зрителям. Сергей Крылов входит в пятерку лучших скрипачей мира. У него целая коллекция скрипок. Есть гварнери, амати, страдивари. Но для липчан он сыграл на особенном инструменте. Сделал его отец музыканта. В истории современной музыки это единственный случай, когда сын скрипач-виртуоз, а отец виртуозный скрипичный мастер. Эта скрипка была сделана в 1994 году в городе Кремоне в Италии. Это замечательный инструмент, который прошел уже практически огонь, воду и медные трубы в самых престижных залах мира. И этот инструмент действительно имеет замечательный звук, тембр и силу. Инструмент, который открывается именно в зале. И я уверен, что в этой замечательной акустике этого зала этот инструмент покажет себя самым лучшим образом. Своей игрой Сергей Крылов и Ростислав Кример покорили самые престижные концертные залы Германии, Австрии, Франции, Италии. Выступают и в России, чаще в столице. В Липецке играли впервые. Те люди, которые приходят слушать классическую музыку на концерты, это уже очень большой шаг в сторону красоты и в сторону гармонии. В зале «Аншлаг» по-другому быть не могло. Со сцены звучат композиции Моцарта, Брама, Крейслера в авторской подаче. Это не просто скрипичная партия под клавишный аккомпанемент. Липчане услышали своеобразный диалог скрипки и рояля. Я потрясена этим концертом. Я давно не слышала такой великой, высокой музыки. Прекрасный инструмент, прекрасное звучание, прекрасная темпераментная игра артиста. У меня дочка занимается по классу скрипка во втором классе, поэтому для нее это интересно. И в принципе, это она настояла, чтобы мы пошли на этот концерт. Мне понравилось, как играла скрипка. Мне очень понравилось. Было приятно слушать. Этот концерт в Унионе провели в рамках пятого международного фестиваля современной музыки имени Хреникова. Он стартовал 4 июня, открыл программу Большой симфонический оркестр имени Чайковского. И вот уже вторую неделю Липецкая область встречает музыкантов с мировыми именами. Финал обещает быть не менее грандиозным. 17 июня на берегу Быстрой Сосны знаменитая легенда о граде Ельце вновь вернет зрителей на много веков назад. Руслан Харсиев, Анна Галимбовская, Андрей Зубков. Липецкое время.